Доброе утро! В прямом эфире Катунь24, выпуск новостей. В студии Егор Матаев. Переходим к главным темам выпуска. В этом году алтайских школьников будут готовы принять 807 пришкольных площадок и 57 стационарных загородных детских лагерей. А в регионе начинается сезон летнего отдыха. 280 школьников и студентов со всего региона принимают участие в конкурсе «Азбука финансов». Проект организовало Министерство финансов региона. Масштабный профсоюзный молодежный форум прошел на площадке санатория «Сосновый бор» в Первомайском районе. В этом году алтайских школьников будут готовы принять 807 пришкольных площадок и 57 стационарных загородных детских лагерей. В регионе начинается сезон летнего отдыха. Для работы все учреждения должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. На сегодняшний день их получили 90% лагерей. Специалисты Роспотребнадзора закончат проводить обследование к началу сезона. Отмечу некоторые ограничения, введенные в период пандемии, продолжают действовать и сегодня. Сохраняются требования в том числе и по обследованию сотрудников оздоровительных учреждений за два дня на антиген ковида. Ну и, конечно же, те профилактические мероприятия, противоэпидемические, генеральная уборка помещений, соответствующий дезинфекционный режим, то есть влажная уборка с применением противовирусных препаратов, проветривание помещений, контроль температуры тела у лиц, которые находятся в организации круглосуточно, они все сохраняются. Добавлю, пришкольные лагеря начнут работать с 1 июня. Загородные в первой декаде июня. Если у родителей есть вопросы по подготовке ребенка к летнему отдыху, они могут позвонить на горячую линию управления Роспотребнадзора до 2 июня. Телефон 24 99 59. Масштабный профсоюзный молодежный форум прошел на площадке санатория «Сосновый Бор» в Первомайском районе. Под флагами профсоюзов собрались более 70 юношей и девушек с активной жизненной позицией. У нас Алтайский край, управление молодежной политики в текущем году является победителем всероссийского конкурса программ «Конплекс на развитие молодежной политики». Поэтому конкурсу привлекли в Алтайский край 145 миллионов рублей. И вот данные программы на 2023 год и на плановый период 2024 года также разрабатывались в связи с профсоюзными организациями. В формате тренингов будущие молодежные лидеры рассмотрели проблемы трудовых отношений, поделились практикой работы в территориальных и первичных организациях, а также получили новые знания по важным вопросам профсоюзной работы. 280 школьников и студентов со всего региона принимают участие в конкурсе «Азбука финансов». В Барнауле в шестой раз выбирают самых подкованных. Проект организовало Министерство финансов региона по программе повышения уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае. Конкурс традиционно проводят в два этапа. В первом заочном школьники и студенты публикуют свои творческие работы, посвященные финансовой грамотности в соцсетях. В этом году участники конкурса подготовили видео, рисунки, тексты и журнальные развороты с советами, как накопить и управлять средствами, а также как сохранить свой капитал. Сейчас дети очень многие раскрывают тему финансового мошенничества. Очень актуальная на сегодняшний день тема и для молодого поколения, и для взрослого населения. Дети очень ярко и красочно эту тему представляют. Также тема личных финансов, управления личными финансами, сбережения, кредитования, инвестиции. Тоже достаточно интересны молодому поколению. Во второй очный этап «Азбуки финансов» прошли около 40 участников. На площадке Алтайской академии гостеприимства они представили свои творческие номера на тему финансового просвещения населения. Если ребенок мало что знает в будущем, это непосредственно дети становятся транжирами, не понимают, как в будущем совладать своими финансами и как ими правильно, так сказать, распоряжаться. Поэтому я считаю, что очень важные курсы по финансовой грамотности в школе. И я очень рада, что у нас сегодня очень много школьников, которые интересуются этой темой, потому что это очень важная и интересная тема. Получил плохую оценку в школе и не знаешь, как сказать об этом родителям? Или переживаешь о том, что у тебя нет друзей? Проблемы у подростков бывают разные. И с любыми они могут обратиться в службу детского телефона доверия, которая работает на территории всего края уже 13 лет. За это время профессиональные психологи приняли более 402 тысяч звонков. Например, в 2022 году зафиксировали 25 300 обращений, из них 21 тысяча от подростков. Дети обычно боятся, стесняются обратиться к сверстникам, к родителям, потому что считают, что их не поймут или они покажутся какими-то странными или глупыми. Но чувство это есть внутри, и его нужно проговорить, его нужно понять. И тогда звонок на детский телефон доверия может помочь в этом, потому что психолог может объяснить, что может происходить с ребенком в этот момент. То есть, что ты сейчас чувствуешь, что ты переживаешь, когда это чувство началось, как ты с ним справляешься, а кто может тебе помочь в этом чувстве, с кем бы ты мог поговорить. Кстати, звонят службу и педагоги, и родители, и бабушки с дедушками. Они переживают проблемы в общении с подростком не меньше, чем сам ребенок. Главное правило детского телефона доверия – это анонимность и конфиденциальность. Определительного номера на телефонах сотрудников нет, и, конечно, абсолютно бесплатно. Горячая линия 8-800-200-01-22. Алтайские врачи помогли жительнице Барнаула вернуться в большой спорт. Еще полгода назад Татьяна Игнатова не могла стоять на ногах, а сейчас бегает и побеждает в крупных соревнованиях. Татьяна Игнатова – мастер спорта России по спортивному ориентированию. В декабре прошлого года ей поставили диагноз – разрыв мениска. Травма для спортсменов распространенная. Однако без должного лечения может прогрессировать и привести к артрозу. До этого ничего не беспокоило. И тут у меня во время бега как будто ножик воткнули в колено-сустав. Я от боли упала. Для меня, конечно, это был большой урон. Слезы градом, все. Ну, думаю, надо восстанавливаться. К счастью, Татьяна попала в руки опытного специалиста. Александр Вайнтруб – травматолог с 22-летним стажем. Он провел малоинвазивную операцию по артероскопии коленного сустава. Таких вмешательств в отделении травматологии и ортопедии БСМП номер 2 проводят около 200 в год. И если раньше операция считалась калечащей, пациенту делали большой разрез сустава, то сейчас она совершенно безопасна и занимает всего 20 минут. Проходит подспинальная анестезия, человек в сознании, в операционной мы можем с ним беседовать. Через два маленьких разрезика размерами по полсантиметра вводится в сустав камера. На телевизоре мы видим всю внутрисуставную картину. И микроинструментарием убирается или подшивается мениск. Тем самым убирается причина, которая ей мешает. Это как камешек в обувь попадает. Пока его оттуда не уберешь, он мешает. Реабилитация после операции обязательно. У Татьяны Игнатовой она проходила в кратчайшие сроки. Спортсменка готовилась к крупным соревнованиям. Уже через 20 дней приступила к тренировкам. А месяц спустя заняла первое место в эстафете Сибирского федерального округа по спортивному ориентированию на лыжах. Через некоторое время Татьяна почувствовала боль в другом колене. Диагноз тот же. И снова ее прооперировал Александр Вайнтруб. Татьяна написала благодарность в Краевой Минздрав. По словам пациентки, доктор помог ей вернуться к активному образу жизни. И я с этим доктором, знаете, можно сказать, ложусь в мыслях и встаю с мыслями, что я ему говорю спасибо каждый день. Зашла в приемную, сказала, говорю, ну девочки, все, наверное, приходят, наверное, кто-то жалуется. А мне вот хочется выразить слова благодарности моему доктору. Ну вот и написала благодарность. Татьяна Игнатова признается, немаловажную роль в скором восстановлении сыграли и собственные амбиции. У нее спортивная семья. Муж – биатлонист, дочь – лыжница. Вместе с ней женщина мечтает подняться на пьедестал. Сегодня спортсменка делает для этого все. Тренируется и участвует в забегах. Елена Самарина, Роман Хайрулин, Сергей Седых. Новости. К этому часу пока все. Продолжим ровно в 13.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова